Всем привет, ребята! Я тут засобирался в отпуск на пару недель. А у меня же муравьиное хозяйство, паук и акваформикарий. Как быть со всей этой живностью? Сейчас расскажу, как сделать так, чтобы ваши питомцы вас точно дождались. Спойлер, не все! Итак, ребята, начнем с муравьев. Процесс подготовки их к длительному отсутствию, в принципе одинаковой у всех. Наши питомцы отлично приспособлены для жизни при отсутствии корма, и пару недель для них не предел. Они равномерно распределят пищу между всеми членами семьи и будут ее экономно расходовать. Особый уход, конечно, будет посвящен матке. В крайнем случае начнут недоедать менее востребованные для семьи муравьи. Маточка всегда будет получать пищу до последнего живого рабочего. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Более чувствительным вопросом является влажность, но с этим тоже особых проблем нет. У меня есть муравьиные семьи и в пробирках, и в формикариях. С пробирками вообще все просто. Проверяем, чтобы воды хватило на пару недель отсутствия, и при необходимости пересаживаем в новый инкубатор. Зерноядным кидаем мак, а остальным по жирному таракану. Вот и все. С формикариями немного посложнее. Начнем с компонотус туркистанус. Ну что, глаз задергался? Ладно, пусть будет компонотус фитченкой. Первым делом я убираю мусор. Затем я обновляю воду и ватку в поилке, которая всегда находится на арене. Так как меня не будет две недели, по большому счету воды им должно хватить, но я на всякий случай добавлю дополнительную резервную поилку. Она точно не помешает. Вдруг будет очень жарко, и эта поилка быстро высохнет. Далее стандартно увлажняю гнездо. В первую камеру один миллилитр, во вторую полтора. Увлажняю я формикарий раз в неделю, но в мое отсутствие это будет делать сами муравьи. При пересыхании гипса они будут носить воду в своих желудках и увлажнять ей гипс. Если совсем дело будет худо, начнут перетаскивать расплод в поилке и переедут туда же. Муравьи в целом умные создания и должны разобраться сами. Главное, чтобы вода была в доступе. Ну и конечно кину им на арену двух средних тараканов. Их они будут есть пару дней. Да и так животики у муравьев целые. Так что 10 дней посидят на сухом пайке. Перед отъездом я положу еще туда кое-что интересное, прям на арену, но об этом позже. У флаусов проделываю все то же самое. Единственное, я не стал обновлять поилку, так как в ней тусовалось достаточно много рабочих. А просто добавил дополнительную поилку рядом. Флавусятам я кинул одного таракана и увлажнил гипс. Флаги они очень чувствительны, поэтому я не удивлюсь, если через неделю, скорее всего, они переедут в поилки. Посмотрим. Мермикария по уже отработанной схеме. Поилку я, кстати, тоже не стал обновлять. Воды в ней достаточно. Также добавил дополнительную поилку. И, конечно, сочнейшие тараканчики для запаса белка. Они им понадобятся в период отсутствия питания. Увлажнил немного башню. Влагу она держит очень хорошо, поэтому и с этим точно не должно быть никаких проблем. Следующие на очереди пробковые муравьи. Им также кидаем дополнительную поилку и придавленного таракана. С живым они явно не справятся. А теперь на очереди капканы. Влагу держит природный формикарий отлично. И с этим точно не будет проблем. Моего стандартного опрыскивания растений вполне хватит на две недели. И я не стану закрывать вентиляцию в банке. Обязательно кидаем пару туркменских тараканов. Вот и все. Теперь займемся акваформикарием. И о том, как он себя чувствует, я расскажу в одном из следующих видео. А пока подготовим его к двухнедельному отсутствию ухода. Первым делом сделал стандартную подмену воды – 25%. И покупал тилансии. Далее достал свою старую добрую кормушку для рыб. Она всегда отлично справляется с кормлением в отпускной период. Засыпал в барабан микс из разного корма. Там и гранулы для креветок и чипсы для рыб. И вообще почти все типы кормов, которые у меня есть. Обязательно протестировал дозировку корма. И его высыпаемое количество вполне меня устроило. Можно смело закреплять ее на стенке аквариума. И не волноваться, что рыбы останутся голодными. Устанавливаю флажок кормления на 16 часов. И это означает, что именно в это время будет происходить кормление. Одного в день вполне хватит. Ну а сам тем временем в ручном режиме покормил всю подводную живность. Ну а как же муравьи? Муравьям я прикрепил тараканчика поближе к гнезду. И я думаю, эти малыши будут трепать его как раз недели-две и вполне останутся сытые. Увлажнять я тут ничего не буду, так как и обычно ничего не увлажняю. Пушистик тоже останется доволен. Дам ему таракана и все капитально увлажню. А также закрою верхнюю крышку до половины пакетом, чтобы влага так быстро не испарялась. Верхняя часть, она полностью состоит из сеточки. И влага обычно испаряется достаточно быстро. Но этот пакетик должен спасти нашего паучка от быстрого пересыхания. Ребят, и самое главное, что должно помочь муравьям перенести голодовку. Это сахарный сироп. Прямо перед выездом я кинул в каждый формикарий по поилке с сахарным сиропом, который изготовил из небольшой пробирки. Можно лучше, конечно, использовать какие-нибудь специальные желе для насекомых. Они наверняка и хранятся подольше. Но это беспроигрышный вариант. Муравьи будут слизывать потихоньку сироп с ватки и точно дней на 7, а может даже и на 10 им хватит этой вкусняшки. Смело в путь и не думать о плохом. Все должно получиться. Но, как обычно, это бывает, что-то пошло не по плану. Как вы помните, у нас живет замечательный кот Лео. И он, как и все питомцы, остался дома. Чтобы ему было повеселее и с целью его кормления к нам заехали наши друзья с маленьким, но очень любопытным ребенком. Комната с живностью была закрыта от лишних глаз. Так, все, пойду выпью немножко ледольчика, пустырничка и продолжу. Я не могу пока спокойно об этом говорить. Итак, ребята, спустя две недели мы приехали. Начнем с акваформикария. В целом он отлично перенес наше отсутствие. Муравьи живы и здоровы. Только один утонул в сиропе. Стенки аквариума немного покрылись водорослевым налетом. Почти незаметным. Лилипайпы тоже позеленели. Тилансии в норме. Рыбки и креветки тоже огонь. Все хорошо. Единственное, возле аквариума был жесточайший запах. Разгадка была проста. Кто-то хорошо искупал барабан с кормом в воде. Он весь намок и начал портиться. Здесь, ребята, именно искупал. Не то, что он там от влаги как-то набух. Именно видно, что барабан купали. С этим меня никто не убедит и никто не переспорит. И барабан – это все потери. Корм весь намок и не высыпался. В принципе, рыбки и так могут спокойно несколько недель существовать без корма. А про креветок и говорить не стоит. Они всегда найдут, что поесть. Раньше я и на месяц креветок оставлял без всякого корма. Так по приезду их еще становилось больше. Кстати, растения тоже неплохо подросли и чувствуют себя хорошо. Ну а дальше, ребята, все гораздо интереснее. Комната с живностью была вскрыта. И маленькие шаловливые ручки нашего гостя добрались до муравьев. Начнем с мирмикарии. У нас подключена пока только одна башня, хотя изготовили мы их две. Пока первая башня еще не до конца забита, и свободного места в ней полно. В дальнейшем мы планируем подключить вторую башню. И уже сейчас к первой подстыкована трубка, которая закрыта ватой. Так почему же эту вату не вытащить, спросите вы? Сказано – сделано. Маленькие ручки провели эксперимент и вытащили эту ватку. Естественно, разъяренная армия мирмикарии ринулась осваивать новые предоставленные пространства. Рядом стоят флавусята. Но до них мы доберемся. Не знаю, сколько продолжалось это извержение вулкана, но в итоге взрослые все-таки увидели побег и заткнули ватку обратно. Кого смогли, собрали. В целом, это не особо повлияет на развитие семьи. Главное, что маточка не сбежала, находится на своем месте и продолжает нести яйца. Потерянных муравьев семья быстро восстановит и наберет прежнюю численность. За время нашего отсутствия мирмикария неплохо попила водички из двух поилок и вылокала почти весь сахарный сироп из дополнительной пробирки. После нашего возвращения первым делом увлажняем гнездо и кормим наших питомцев. В данном случае мы дали им сироп. Он им очень понравился и, как обычно, возле пробирки с сиропом выстроилась целая толпа желающих полакомиться вкусняшкой. Ну что, ребята, дальше вообще очень-очень и очень интересно. Рядом с мирмикарией у меня стоит формикарий с флавусятами. Он у меня без крышки с нанесенным антипобегом. Куда же флавусята могут сбежать? Они же такие неуклюжие, думал я. Но вот от десанта разъяренной мирмикарией это точно не помогло. Да, толпа Брунеи спрыгнула на арену и выкосила всех желтых красавцев. Только ножки дорожки остались. Кстати, малыши все-таки умудрились забрать несколько рабочих мирмикарий. Битва была жесточайшая, судя по всему. А я так хотел сделать отдельное видео про желтую империю. Показать, как они остались только с одной маткой. Рассказать про их дела. Ведь их действительно стало очень много. Они так посмелели, но теперь это уже не имеет никакого значения. Желтые симпатяги уничтожены. Фитченкой повезло больше. Они остались живы. Сверху от побегов на арене лежала крышка, и мирмикария не смогла туда проникнуть. Это, конечно, никак не спасло сам формикарий от падения с двухметровой высоты. Видимо, маленький экспериментатор все-таки скинул формикарий с полки, судя по всему. Но формикарий-то у нас крепкий. Отклеилась верхняя и боковая часть арены, и надломился кусок декорации. В общем-то и все. Самое главное, что муравьи живы. Они выпили весь сахарный сироп. Поэтому по приезду мы подклеили арену, увлажнили гнездо и налили им тарелочку сахарного сиропа. Обновили одну паилку, а лишние убрали. Чуть больше повезло пробковым муравьям. До них цепкие маленькие ручки не добрались. Сиропа и воды в паилках было полно. Животики у пробок были набиты едой. А это значит, никто не голодал, и все прекрасно перенесли мое отсутствие. Увлажняем, кормим и оставляем в покое. Природный формикарий тоже справился хорошо. Растения за это время подросли. Муравьи замаскировали паилку с сахарным сиропом и активно ее пили. Сладкий напиток за две недели так и полностью не закончился. Тут тоже все стандартно. Опрыскиваем растения и кормим муравьев тараканом. Паук жив и здоров. Прекрасно себя чувствует. Тараканы ему в зубы и опрыскиваем все растения. Пробирочные муравьи тоже в норме. Никто не пострадал, никто до них не добрался. Надеюсь, ребята, из этого видео вы подчеркнули для себя что-то ценное и узнали что-то новое. Кот, кстати, тоже пострадал. Ему подрезали усы, покрасили, но в целом он жив и здоров. На этом все. Не забывайте подписаться на канал. Если это видео было полезным для вас, поставьте лайк. Вам мелочь, а мне приятно будет увидеть обратную связь. Пишите свое мнение о случившемся в комментариях. Спасибо за просмотр и всем пока!